Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова. Третий четверг ноября. Эпиграф. Но в том еще беда, и видно неспроста, Что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит, Там мой настольный свет от скорости дрожит, Там любят лечь, так лечь, а рубят, так с плеча, Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Юрий Левитанский. Сон об уходящем поезде. Конечно, она его не узнала. Столько лет прошло. А сколько лет прошло? Два года, что ли? Или уже больше? Нет, конечно, больше, больше, три с лишним. Расставались в апреле, а нынче уже ноябрь, значит, выходит три с половиной. И когда они пролетели эти три с половиной года, как успели? Конечно, она его узнала. Если бы прошло триста лет, ну, даже с половиной, она бы все равно его узнала. Нет ничего глупее вопросов, чем те, которые люди задают друг другу триста лет спустя. «Ой, я тебя и не узнала. Ты как?» «Нормально. А ты как?» «И я нормально». «А зачем ты к нам?» «По делам. А ты все здесь?» «А где же мне еще быть?» «Да мало ли где». «Нет, я здесь. Меня повысили, так что...» Про повышение было сказано не без умысла. Умысел пропал в туне. Он не обратил внимания. Он никогда не обращал внимания на такие вещи. Она с головой нырнула в сумку за пропуском. А на самом деле, чтобы не таращиться на него во все глаза. Он придержал перед ней дверь, чтобы она не стукнулась в нее лбом. А на самом деле, чтобы не рассматривать ее так уж откровенно. В вестибюле стало еще хуже, чем на тротуаре. Во-первых, потому что голоса разносились по всему огромному и тихому помещению, отдавались от мраморной плитки. Во-вторых, здесь никого не было, кроме охранников за конторкой и нескольких опоздавших, маившихся возле стеклянной коробки скоростного лифта. Лёка вынырнула из сумки. Пропуск зажат в руке и вид растерянный. Он вдруг рассердился из-за этого ее растерянного вида. В конце концов, столько лет прошло. И ничего же не происходит. Он не собирается немедленно тащить ее в свою пещеру и вообще никуда тащить ее не собирается. Он рассердился и немедленно сказал глупость. «Ну пока. До свидания». Она кивнула, он повернулся, и вдвоем они двинули к лифтам. Путь наверх здесь был только один, общий для всех. В полном молчании, плечом к плечу, они подошли к раздвижным дверям и стали. «Здрасте, Елена Сергеевна». «Добрый день, Слава». «Можно я к вам зайду после совещания? У меня вопрос». «Да, конечно». Слава стрельнул глазами в ее спутника, будто оценил. Сделал странный жест, нечто среднее между кивком и поклоном, и отвернулся. «Хорошо, что половина сотрудников новенькие», — подумала Лёка. «Никто ничего помнить не может». «Хотя и помнить-то нечего». «Здравствуйте, Елена Сергеевна». У нее за плечом негромко сказал тот, перед которым ей было так неловко, и она с изумлением обернулась и посмотрела. «Мы же здоровались». «Да, мы уж и прощались». «Да, это точно, они уже попрощались». Столько лет прошло, она даже не узнала его там, на улице. Впрочем, она сразу его узнала. Лифты пришли, как водится, все одновременно, и в просторном хромированном пространстве, увеличенном зеркалами и полировкой, она и он, конечно же, оказались вдвоем. «Тебе какой?» «Шестой». Он нажал две кнопки. Она не стала смотреть, какая вторая. «Как ты живешь, Лёка?» Она улыбнулась очень храброй, независимой улыбкой. «Я хорошо». «А ты как живешь, Платон?»